всем привет дорогие зрители с вами чакопаев это первый выпуск новой рубрики на это провинции обзоры машин как вы можете понять из названия мы будем тут смотреть машины как тут блять машина пропала так вот как вы могли понять из названия сегодня мы будем делать обзор на машину конкретно это будет у нас x5 хотел сказать m но нет x5 е 53 ну а перед началом данного видеоролика хотела вам напомнить что 86 процентов людей смотрят мои видео без подписки так что если ты входишь в процент этих людей то скорее поставь лайк подпишись а также хотел вам напомнить то что я играю на третьем сервере то провинции ссылка в описании мой ник иван белоусов и мой банковский счет 1 5 9 6 4 3 этот и сказать для истинных подписчиков но сейчас смотрим видео стоит наверное начать с того что у нее внешний вид ахуенен просто это знаменитые ноздри это кузов и 53 ну и в принципе все внедорожники которые произвела бмв это x5 е 53 вот этот это x5 м 85 это x6 они все принципе пиздаты по-своему и все у меня кстати были все понравились бмв делает вещи как говорится так мы отошли от темы но и сейчас я вам расскажу полные характеристики данного автомобиля тип кузова внедорожник но это понятно страна производитель германия количество мест в нем 4 как бы мог догадаться привод полный цена страховок что немаловажно восемь тысяч тридцать две тысячи девяносто тысяч актуальная госцена это лям 400 ремонт пиздец хочу дешевый по сравнению с другими машинами напомню на 124 мерседесе похожий ремонт был тут 25000 при нулевой страховки видимо 17000 при самой легкой 13000 при средней страховки ну короче вы можете сами гбд пострее сколько это процентов и 8000 при самой дорогой страховки автосалон автосалон в котором она продается это меркури авто при волжск и дата добавления вот кстати я ее прочитал дальше в обзоре типа 1702 2023 но это ездишь потому что ее добавили 17 числа в декабре только и не в 2023 году в 2022 потому что я и владею с этого числа и в это число она вышла то есть я ей владею самого первого дня до ее добавления так ну и давайте наконец-то уже заведем мотор я тут поставил фары голубой и ней тонировочку небольшую но из-за снега тут понятно не видно можно кстати ударить ее чуть-чуть и снег пропадет или нет что он не пропадает редко машину разбил купил я ее салона это могу вам показать по птс у вот птс пустой стейджей к сожалению на него не поставил потому что не вижу смысла что на x5 ставить хотят cg бы на нем не отказал например сбу оба купить такой он бы под 300 летала вообще но к сожалению x5 на бу вообще почти не продается имею ввиду на третьем сервере не знаю как там на первом на втором на четвертом на пятом на что на седьмом третьем он вообще почти не продается а если продается то с максим с одним стейджом и каком по кончик конской цене давайте заценим одно из самых важных вещей вообще в модельках на провинции это адаптация начнем пожалуй с дверей как открыть а вот все сразу откроем капот вот эту дверь вот эту вот эту вот эту и багажник тут тоже прикольчик один я сейчас я вам про него расскажу давайте начнем с капотом так приблизим капот у нас не плоский 3d смоделирован вроде но в принципе пойдет там даже какие-то детали видны короче они заморочились разработчики над ним двери все открываются корректно в салоне у нас тоже есть кое-какой прикольчик это свет в салоне а точнее подсветка спидометра и поворотников только как бы вам сейчас показать чтобы вы увидели как-нибудь и так выдвинусь и да как вы можете заметить левый поворотник горит но и соответственно правый тоже сейчас аварийку включу сам по себе салон крутой не знаю какая-то комплектация богатая дешевая у нас вроде какой-то портовой компьютер даже есть четыре места принципе как в обычном дорожнике ну и значок бмв так но и перейдем к такому самому сладкому это багажник он тут охереть какой большой вообще никакому все заметить багажник открываются тут не сразу а постепенно сначала открывается нижняя часть потом верхняя но и закрывается первая верхняя дом нижняя да и что вообще хотел сказать про этот багажник это то что на релизе этого обновления когда только вышел x5 тут был один очень смешной баг в котором багажник x5 открывался вовнутрь не знаю сейчас я покажу вам скрины или нет но такой баг точно был кто купил на релизе x5 такие же люди как я наверное поймут напишите если что в комментариях ну вот тут еще габариты посмотрим вот фары сами горят так фонарей заднего вида тоже горят не знаю правильно или нет почему-то нижней их часть не горит поворотники горят ну так себе если честно на троечку некий-то маленькие и моделька у них кривая на это в принципе не существенного товаричка а вот фара задние еще хочется сказать то что люк здесь не открывается но утром напрашивается то чтобы он открывался но сожалению нажимаю на 1 2 на 3 ничего не происходит в том же лопатом или е-39 люки открываются как я помню хотя машина из обновления не значу бы и не сделать люк открывающийся было бы прикольно но и сейчас в данной части ролика будут уже более такие мои мысли мои соображения по этой тачке взял я ее из-за того что она вышла недавно относительно просто она мне приглянулась такая вот тачка из 90-х бандитская она мне кстати по внешнему виду больше нравится чем новый x5 f85 который да и в принципе они почти ничем и не различаются если сюда 4 стейджа ебануть там почти такая же максималка будет как и у 5 того который за 5 миллионов по внешнему виду она мне нравится больше если честно но популярность у игроков она видимо не сыскала вот поэтому набу ее и нет почти мой друг например искал этот x5 более трех дней или даже четырех нашел просто на базе и сразу его купил за цену которую бы никогда бы не предложил за обычную тачку а тут целый x5 и тем более е-53 короче вы наверно поняли кстати f85 тоже ценится достаточно он тоже редкий так что если стоит выбор покупать x5 f85 или е-53 просто смотрите если тот или тот на буллу если есть это берите этот если у вас достаточно денег есть f85 берите f85 как угодно как вам больше нравится обе машины охеренные только мы не делаем обзор на f85 а делаем на е-53 так что только про нее еще скажу машина в принципе охеренная пацанская если поставить стейдж она еще будет быстрая она управляется хорошо для зимы тоже хорошо подходит хотя зима уже подходит концу но просто для справочки ну и в принципе все на этом мы уже будем заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал жмакайте в колокольчик переходите по подсказкам а с вами булчика по всем удачи и до новых встреч